И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингор, и добро пожаловать на очередное видео. Да, вы видите из серии Супер Марио, так скажем, два животных, две фигурки, и, как говорится, что это означает? Мы сегодня снова будем открывать этих товарищей, и именно вот такое количество. В этот раз я купил три штучки, потому что только столько смог, как говорится, выяснить, кто же там имеется, и, надеюсь, я не прогадал. Мы откроем сегодня три пакетика из серии Лего Супер Марио, и это у нас первая серия вот таких, как говорится, маленьких товарищей, и, как говорится, купил по цене 5 евро. Да, в этот раз без акции, 15 евро в сумме, но могут еще меня, так скажем, финансы позволить купить такую роскошь. В принципе, мне серия, правда, понравилась, и хочется иметь всю коллекцию, потому что, правда, это что-то интересное, это что-то прикольное, это можно так вот поставить на полочку, и, правда, это обалденно, классная тема. Даже если вы не знаете, что такое Марио, либо вы не играли, или так немножечко не очень знаете хорошо, к примеру, как я, то просто такую на полочку вещь поставить, почему бы и нет. Правда, это милашно, няшно выглядит, и, как говорится, это вообще что-то новенькое, это не просто мини-фигурка из серии 20-30, как говорится, да, а вот что-то вот такого вообще поставить, почему бы и нет. И вообще это новое, скажем так. То есть, как говорится, вот они пусть на фоне вот так вот стоят слегка, чтобы не мешались, да, и откроем наши пакетики. Я, надеюсь, правда, не прогадал, я, конечно, в магазине видел 5 пакетиков, 2 оставил, в одном, я, как понимаю, была вот эта черепашка, как я выяснил, вроде бы, и 5-й товарищ, как я понимаю, наверное, всё-таки он был, либо это был, не знаю, ещё кто-то другой, может быть, даже и вот это, скорее всего, вот это я не взял, потому что я был не уверен, что это она, поэтому пришлось мне оставить. Но, как говорится, мне ещё пятерых надо, если пятерых, но, как говорится, постепенненько я их соберу, всё, открываем, не будем тянуть, не будем много болтать, и будем собирать, и, как говорится, надеяться, что я не прогадал, потому что 5 евро, правда, мимо не очень хочется. Так, что же здесь у нас имеется? Вау, здесь у нас синяя подставочка, а это значит, что я точно не прогадал, да, это у нас фантазма, что, так сказать, эспаньоль означает призрак, отлично, я нашёл этого товарища. Я, естественно, определил, каким образом по вот этой запчасти, это новая запчасть, если не ошибаюсь, коралл, вроде бы, и, конечно, я нащупал вот эти, так сказать, пимпочки, скажем так, и сразу определил, что это у нас фантазма. Конечно, здесь запчастей не густо, можно сказать, эту инструкцию давайте аккуратно я открою, я их также оставляю, потому что, ну, почему бы и нет, можно их оставить, значит, здесь у нас, естественно, рекламка, как обычно, коллекция имеется, и сама сборочка, блин, откройте, сама сборочка у нас на другой стороне. Да, здесь у нас, скажем так, бедненько, но, как бы, ладно, значит, у нас имеется основание, вот она, вот такая, и здесь она всё красиво сделана, никаких царапин не имеется. Дальше, код у нас имеется, да, у нас имеется такой, как бы, код, скажем так, да, для Марио, но давайте будем собирать. Значит, собирается тоже, можно сказать, простенько, имеется немало белых запчастей, это, естественно, тоже, почему бы и нет, и это плюс, как говорится, можно, если вы нашли случайно, например, его, а вы не хотели, можно пустить на запчасти. Хотя, если честно, жирновато пускать такие фигурки на запчасти, потому что, ну, дорого обойдётся, если честно, но сборочка, я вижу, такая прикольная, и, как бы, можно что-то из своих дополнительных, я думаю, можно сделать. Конечно, здесь у нас лица такого, как говорится, встречается редко, но также ещё вы можете этого товарища определить по вот этой запчасти, по круглой, да, как говорится, по вот этой можно определить, и ещё по какой-то можно, вот, по вот этой зелёной травке тоже можно определить нашего, так сказать, призрака. Так, значит, это я собрал, верхушку давайте также соберём, и, естественно, почти что он будет скоро готов. Дальше мы вставляем вот эту запчасть для Марио, да, конечно, Марио только у нас в большом наборе, и это, естественно, печально, хотелось бы, чтобы Марио был, например, ещё в каком-то наборе, во, у нас имеется здесь принтер, и, блин, такие глазки. Но, увы, Марио только в большом, хотелось бы в маленьком, но, ладно, как говорится, большой я бы брать точно бы не стал, потому что, правда, это дорого будет стоить, да, и тем более не особо мне всё остальное нужно. Так, получается у нас вот такой кальмат, вот, я правильно собрал, немножко неправильно закадом исправил, вот сейчас он выглядит, правда, неплохо. Но, теперь собираем мы основание, значит, мы это вставляем, естественно, сюда, дальше звёздочки, у нас дополнительная запчасть имеется, почему бы и нет, можно использовать куда-нибудь, и, естественно, кальмар, точнее, коралл мы вставляем сюда, вот, и травку вот такую мы тоже вставляем сюда, и, конечно, такая травка, если не ошибаюсь, встречается, ну, редко, то есть, как говорится, не знаю, может, ещё где-то может встретиться, и, получается, его можно насадить вот сюда. И, конечно, будет выглядеть, ну, если честно, ну, интересно, так, почему-то он хорошо не может ставиться, а, немножечко по-другому получается, да, или, а, то есть, вот так вот как-то надо, ага, ну, выглядит это вот так вот, конечно, немножечко надо было перекрутить и сделать вот так, всё, вот так это выглядит, правда, обалденная тема, если честно. Теперь, давайте, мы будем открывать следующий пакетик, два дополнительных запчастей у нас имеются, две штуки. Всё, открываем мы другой пакетик, немножечко затянул с этой фигуркой, ладно, будем сейчас побыстрее открывать, и, как говорится, надеюсь, здесь я, ну, точно не прогадал, вот, и здесь, правда, запчастей имеется немало. Так, и здесь у нас имеется, да, здесь вот у нас имеется, точнее, здесь вроде бы у нас фантазма имеется, а это кальмар, блин, перепутал, всё белого цвета, я немножечко перепутал. Это у нас кальмар, если не ошибаюсь, а вот это фантазма, отлично, то есть я его тоже не прогадал, и сейчас вам скажу, как же его всё-таки найти. Конечно, могу сказать, что этих товарищей можно найти, и не нужно, как говорится, делать такую тему, что, ай, давай возьму три пакетика, какой будет, такой будет, потом ещё докуплю, а потом с кем-нибудь обвиняюсь и так далее. Всё-таки можно их найти, вот, значит, у нас такая вот подставочка имеется, такой у меня ещё нету, этого товарища можно найти по вот этой запчасти и по вот этой, то есть, если вы находите эти запчасти, всё, это призрак, и, как говорится, только он и больше никто. Всё, давайте мы соберём нашего призрака, и он, я вижу, как-то по-другому собирается, здесь у нас имеется вот такая запчасть, это, блин, очень-то даже и неплохо, можно куда-то даже пустить, например, на те же запчасти, если вы, опять же, случайно, каким-то образом его нашли. Так, значит, здесь мы собираем, получается, такс, дальше спереди мы собираем такс, надеюсь, я, как говорится, показываю более-менее нормально, такс, это давайте не будем пока что с этой темой торопиться, и дальше мы, как мы тут теперь собираем, а, это надо перекрутить, это, получается, нужно нам вставить вот сюда, как-то примерно такс, да, и, получается, спереди нам нужно, да, вот эти вставить, как-то я пошёл на другой этап, на третий сразу же, замахнулся каким-то образом тогда, и это мы, получается, вставляем сюда, боковые части сюда, но, блин, призраки, если честно, такой уж плотненький, можно сказать, и вот такой у нас имеется принт, блин, можно даже куда-то в другое место использовать, но, в общем, давайте вот так вот сделаем, блин, очень классно, прекрасно, если честно, выглядит, вау, то есть такой, ой, я призрак, ладно, блин, очень обалденная, так скажем, фигурка, монстрик, скажем так, теперь у нас получается ад, что-то наподобие этого, у нас имеются кирпичики, тоже почему бы и нет, то есть можно тоже куда-то пустить, у нас, так скажем, стекает лава, и у нас имеется, получается, одна дополнительная запчасть оранжевого цвета, это мы вставляем сюда, дальше кирпичик мы используем сюда, что-то наподобие на Майнкрафт, так скажем, слегка напоминает, здесь у нас закрывается так, ну, в общем, здесь делаем такс, то есть такой, какой-то островок или какое-то здание, так, и сюда у нас может призрак, так сказать, вот так встать, и все, и вот такая композиция имеется, блин, правда, интересно, необычно и классно, и по размерам-то он, если честно, внушительно, можно сказать, я-то думал, он будет маленький, а он, правда, если честно, огромный, то есть, не знаю, это, наверное, самая огромная пока что фигурка, вот у нас 4 товарища имеется, и теперь же нам осталось открыть последний, так сказать, пакетик, последнего товарища, и кто же здесь у нас имеется. По запчастям, если честно, я ощущаю, правда, немало, но надеюсь, как говорится, то, что нужно. Так, давайте, смотрим, кто же здесь у нас имеется, и тут у нас, да, то, что я очень хотел, а именно гриб, наконец-таки я получил, я вроде бы только сначала его хотел, потому что, правда, пирамиды, пустыня, мне эта тема интересна, мне эта тема близка, и очень хотелось его найти. Желтая запчасть, блин, желтая, зеленая, красная, голубенькая, блин, очень классно. Так, открываем, это, кстати, инструкцию, потому что нам-то собрать каким-то образом надо, и, как говорится, да, все, открыл, давайте я вот так вот положу, и все, давайте соберем сначала мы гриб, я надеюсь, что это гриб, а не кто-то еще, вот, потому что тут, когда я искал, мне дома сказали, что это не гриб, а на что-то другое похоже. Но, в общем, так, это, получается, его передние ножки, и вставляем, блин, конечно, я, когда почувствовал вот эти ножки, я подумал, что это кто-то другой, но потом я нащупал крылья, и сразу понял, что это гриб. Опять же, скажу, как же найти гриба, вам нужно найти все-таки только облачко, если вы находите облачко, а плюс еще крылья, сразу ясно, что это гриб. Собираем дальше, здесь у нас имеются вот такие запчасти, что-то к чему-то будет, получается, крепиться, или просто, как бы, а, сюда крылья будет крепиться, я понял. Так, теперь мы вставляем вот это, вот эти запчасти такого цвета, так скажем, не то что коричневого, но светло-коричневого цвета, имеются у нас черные запчасти, так, получается, он вставляется слева, это справа, и осталось собрать немножечко. Получается, специальная запчасть для Мария у нас имеется сверху, она будет, получается, крепиться вот тут-то, потом у нас имеется что, так, как тут у нас собирается дальше, у нас имеется вот такое вот личико, блин, такое злое лицо у гриба, ладно, собираем сюда, блин, какой мощный суровый гриб, ну ладно. Собираем мы крылья, вставляем вот сюда, конечно, гриб с крыльями как-то странно, но ладненько, вот, и осталось нам сбоку сделать, то есть, получается, вот так вот, и, естественно, так же сделаем с другой стороны, и, получается, вставляем мы вот так вот, сразу понятно, что это гриб, но я надеюсь, что это правда гриб, а не что-то другое, потому что, ну а что это, как бы, видно, шляпка, ножки и так далее, ну, вроде бы это гриб. Вот такой летающий товарищ, и он тоже не маленький, и, конечно же, классненький. Осталось нам собрать основу, и все очень легко, то есть, мы вставляем вот сюда, у нас даже имеются вот такие запчасти, я как-то про них забыл, вот такие прозрачные, то есть, блин, это такие стеклышка, можно даже для машинки использовать, их мы, естественно, ставим вот сюда, да, то есть, подставочка для гриба, как будто типа гриба у нас в воздухе, для этого они решили использовать эти прозрачные запчасти, облачко мы сюда крепим, и, естественно, нашего товарища крепим мы сюда по центру, нет, да, нет, не по центру, к сожалению, вот как-то вот сюда, подождите-ка, как он, а, вот так вот, то есть, здесь они решили показать, как будто гриб в воздухе, то есть, вот эти прозрачные запчасти, вот как он функцию выполняет, почему бы нет, и пирамида. Значит, очень простенько, банальненько, но, правда, похоже, что это пирамида, то есть, три запчасти и всё, блин, обалденная пирамида, ещё бы таких три запчастей вот сюда, и вообще, классная пирамида получилась, всё, мы собрали последнего товарища, он, правда, прикольный, вот его, ко мне очень хотелось, и, естественно, я получил. Блин, если так уж говорить, это, правда, обалденная тема, вот сейчас я имею больше пять штук, и, конечно, это прикольная тема, да, я не фанат Супер Марио, я не фанат Марио, я не знаю, кто есть кто и где, ничего откуда, но, имея вот эти фигурки, можно сказать, что можно просто иметь их в коллекции, потому что, правда, очень прикольно выглядит, если честно, то есть, такие, так скажем, монстрики, интересно выглядят, тем более, имеется, правда, немало запчастей, и за пять евро столько запчастей, конечно, да, кто-то скажет, дороговато, я соглашусь, может, чуть-чуть дороговато, с акцией около четырех евро, еще более-менее, но тут имеется, правда, немало запчастей, может, где-то около двадцати фигурки, правда, немаленькие, и это, естественно, радует. Всё, у меня имеется пять фигурок, еще нужно пять, я думаю, как-то в будущее, может быть, в конце лета или в начале сентября получится купить остальных, дособирать коллекцию, может быть, я куплю каким-то образом вторую черепашку и еще кого-нибудь, то есть, вот как-то так, всё, я буду заканчивать, спасибо за просмотр, надеюсь, вам видео понравилось, надеюсь, вам эта серия нравится так, как и мне, потому что, правда, Супер Мария, это что-то новое, интересное, может быть, не на сто процентов, но на восемьдесят это сто процентов. Всё, спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, расскажите друзьям, поддержите меня лайком, естественно, и, естественно, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить, так сказать, свежие видео. Всё, всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok